Сюшу поделиться с вами радостью. Получила свою долгожданную посылочку из Москвы, а внутри, а внутри драгоценность. Прямо ее готова сейчас обнимать. Вы не обращайте внимание на мои руки, потому что я, как обычно, крашу. Ну, невозможно красить и оставаться при этом чистой, потому что мне надо все чувствовать именно кожей. Я хоть стараюсь аккуратно, но все равно всегда перепачкиваюсь. Короче, вот при вас буду распаковывать и показывать, что же у меня там такого классного. Скажу, что с этой фирмой я знакома давно. Первый мой опыт покупок был два года назад. И вот изделия, которые вязаны из этой пряжи, уже у меня практика ношения, эксплуатации уже два года, поэтому я всегда смело покупаю и расскажу вам, почему у меня вот такое вот отношение. Вот что у меня там. Это настоящий стопроцентный як. Фирма сарлак. Этот як не окрашен, экологически не чистен, ничем не обработан, тактильно он невероятно приятный, экономичный. Ну, я не знаю, я могу оды пить ему, наверное, петь ему, наверное, бесконечно. И вот скажу вам, что вот такого одного моточка, представляете, 50 грамм хватает на целую взрослую шапку. Я сама вязала, я вставлю фотку, точнее, наверное, ссылку, где я о нем писала отзыв еще два года назад. И заказала еще, я не знаю, что, наверное, что-то Жене буду из него вязать. Перчатки, может, классные. Так уж просто купить пряжу стопроцентную из як, чтобы этот як был еще такого качества. И на сегодняшний день я вот не могу найти, не могу вам сказать такого производителя, который вызывал бы у меня такие же эмоции, как вот этот вот царлак. Раньше у них было название М. Кашмея, но они недавно, по-моему, переименовались. У меня еще есть остатки старой партии, где у них другая этикетка. Может быть, вы видели такую, я вам покажу. В общем, у меня як вот такого темно-шоколадного, замечательного, насыщенного цвета, вот прям как шоколадка он. Сейчас буду показывать дальше. Вот такого у меня два моточка. И второй тон як у меня тоже два моточка. Это более такой как какао, цвет какао мне напоминает. Это тоже як. Вот здесь написано стопроцентная натуральная пряжа. Этот як не крашен. Он вот такой вот, каким его создала природа. Такого вот он цвета. Ложу вам рядышком. Один темный шоколад, другой какао. Удивительная красота. А я еще знаю, какой он станет после того, как я свяжу изделие. И это у меня просто... У меня уже сейчас ручки трясутся. Побегу скорее вязать образцы. А вот тут... А вот тут у меня... А вот тут у меня целая-целая упаковка. И это бэйби камел. Верблюжонок. Как вы видите, это тоже все неокрашенное. Вот у меня такая целая упаковка. Я сейчас ее открою и вам покажу. Так, я сейчас, наверное, потушу коробку. Так, они мне еще положили такой пакетик. Спасибо большое. Приятно иметь пакетик. Все моточки по 50 грамм. Я выбрала длину 400 метров. Во-первых, пряжа разбухает сильно. Во-вторых, я просто люблю спицы потоньше. Это, наверное, буду вязать спицами рекомендовано 3-5 даже. Ну вот я и планировала где-то 3-3,5. Потому что очень разбухает, по крайней мере, я. Так, а вот это верблюжонок. Я уже в одном из видео вам рассказывала о своей любви к такой вот эко-пряже натуральной. Вот, и я, конечно, спешу попробовать все. А оды этому материалу, яку и верблюду можно петь вообще долго, потому что она и экологична, она и гипоаллергенна, она и лечебная. Если вы потрудитесь узнать о верблюде, то им даже лечат кожные заболевания, лечат ревматизм, лечат усталость, дарят коже микромассаж, расслабление и успокаивают. Это медицинский факт, и он доказан, и что носочки из верблюда, они тончайшие, но одни из самых тёплых и износостойких. Поэтому я просто обожаю пряжу из верблюда, я из неё вяжу много, я дарю своим близким в подарок изделия из этой пряжи. Вот, бабушке, например, пояс, носки, тоже у неё колени больные, и вот я часто делаю для неё. Ещё я очень рада и горда, что эта фирма наша, это российская фирма, но у них всё производство находится в Монголии. Они напрямую туда ездят, контролируют, скажем так, от животного до моточка весь процесс производства. У них есть канал на ютубе, я вам скину ссылку, посмотрите, они делятся информацией по поводу того, как они это делают, какие этапы проходят шерсть, и вообще я рада, что у нас есть такая компания, которая настолько, как бы, бережно подходит к процессу, к своему бизнесу и развивает его, и хочется иметь с ними дело, они достойные представители на рынке, и вот именно их материалы, их продукция, я вам говорю, как человек, который имеет довольно большой опыт вязания, они выдерживают любую конкуренцию. Я могу сравнить, например, яка с яком фонти ничем не хуже, на мой взгляд, он даже лучше, несмотря на то, что яка от фонти, он намного дороже. Поэтому, вот, я вам буду показывать, это мое такое видео с впечатлениями об этой пряже, я буду вам показывать, что я из нее вяжу, и вообще рассказывать свои эмоции, как вообще менялась пряжа, но то, что она очень износостойкая, это я вам гарантирую. Я вязала из одного такого моточка себе шапку, шапке два года, я ее до сих пор мешу, если вы там мотнете, у меня есть видео прямой эфир от 7-го числа, я там сижу вот в этой шапке. Я вам серьезно говорю, сносу нет, и за два года это чудо, но нету даже катыша. Делала заказ вечером, написала еще предварительно, ну, личное сообщение, мне нужен был по тону консультации, мне тут же ответили, и утром ее уже мне выслали. И шла она из Москвы до Сочи меньше недели. Вот, ну, и как пришло все красиво упаковано, вы уже видите, а сейчас я пойду вязать образцы и показывать вам, как это чудо раскрывается. Начала вязать образец из стопроцентного верблюженка. Я вообще всегда советую всем вязать образцы, потому что иногда результат может быть непредсказуем, и будь даже вы самым профессиональным человеком в мире с огромным стажем, никто не застрахован от ошибок. Не ленитесь вязать образцы, берегите свое время, жалейте свой труд, и это поможет вам тратить гораздо меньше времени на всякую рутинную работу и больше заниматься именно, и больше получать наслаждение от работы. У меня вот карамельный такой тон, он не крашеный, верблюд вообще практически никогда не окрашивается, и вот эту пряжу можно по праву считать, наверное, самой экологичной, потому что практически никакой обработки не подвергается. Верблюдов даже не стригут. Вот этот их пушок, он естественным образом спадает с животного в период линьки и его собирает. У молодых верблюжат он вообще может быть даже белый. Это зависит от разного, от породы, от места жизни их. Это верблюд, который выращен и произведен в Монголии, но под контролем вот этой вот компании Сарлак, которая уже российская. Метраж моего верблюжанка это 200 метров на 50 грамм. Я не люблю толстую пряжу, поэтому для меня этот метраж очень хороший. Верблюд, наверное, не самое мягкое сырье, хотя это все индивидуально, мне, например, комфортно его носить. Но у него есть ряд других преимуществ по отношению к другим видам шерсти. Ну, например, верблюд гораздо легче обычной шерсти, и его уходит иногда в два раза меньше, чем, например, овечьей шерсти. Он, даже самое тоненькое полотно, будет намного больше вас согревать, чем обычная овечьая шерсть. И он дарит такое вот сухое тепло. Когда вы вяжете образец, и у вас ограниченное количество пряжи, возьмите ниточку из середины клубка, а не внешние. И не отрывайте его. Когда ваш образец будет закончен, вы просто снимите на иглу нить, не отрывая, постирайте и произведите ваши расчеты. Для резинки я использовала спицы 3 мм, а для основного полотна 3,5 мм. Мне удобно вязать деревом. Клубочки, мне не кажется, что это самое нежное из нитей, которые я вязала. Но нет ощущения какого-то покалывания, жесткости, грубости. Сразу красиво укладывается в петли и выглядит аккуратно. Мне вязать приятно. Нить довольно эластичная. Наверное, не такая эластичная, как меринос, например. Но узоры держат хорошо, резинки так же. Связан мой образец. Впечатление положительное. Не могу сказать, что нить грубая или в пропитке. Довольно мягкая. Есть некоторая шероховатость, что ли, не колкость. Но я это списываю на то, что пряжа в любом случае чем-то покрыта. И после того, как я постираю, она изменится. На этом этапе пух выражен слабо. Понравилось, что сразу же ровно. Немного отпарить. В принципе, даже как будто уже стиранное. Вот так вот это выглядит. Вязать понравилось. С изнанки-то выглядит вот так. Узоры выглядят рельефно, четко. Досох мой верблюжоночек. И это, конечно, чудесное преображение. Практически похоже на магию. Первое, что, очевидно, бросается в глаза, это как раскрывается пушок. Образец стал лохматенький. Смылась пропитка. Ее было, в принципе, немного. Но сейчас она прям полностью ушла. Если я раньше вязала другие фирмы и могла сказать, что нежное, но прям-таки на любителя, потому что немножко было легкое покалывание, то это нежнейшее полотно. Струящееся, легкое. Узоры все держатся красиво, рельефно. Петелька к петельке. Смотреть одно удовольствие. Как-то вдохновляет на подвиги дальнейшие. Резинку я вязала спицами 3, а основное полотно спицами 3,5. Для моей задумки это не подошло. Я буду вязать резинку на пол номера меньше, на 2,5, потому что мне нужна жесткая фиксация. А вот к полотну я претензий не имею. 3,5 моей плотности. Это просто идеально. Красиво, неописуемо. Работать понравилось. И я в таком творческом запале. Не знаю, передает ли камера весь пушок. Он как бы есть более выпирающие волосы, а есть деликатный такой подшерсточек. И он просто невероятно нежный. Если учесть, что это верблюд, и есть много стереотипов, что а, это верблюд, а это все, то это верблюд сказочный. Можно брать всем. Закончила вязать образец из яка. На этикетке было рекомендовано номер спиц 3-5, и я не могла точно решить, каким номером мне вязать, поэтому использовала 3. Резинка связана на 3,5, гладь на 4, узор довольно плотный, с переплетениями 4-5, и самую последнюю резинку на 4-5. Скажем так, уже эксперимента ради, потому что не верится, что вот такую тонкую нитку 400 метров на 100 грамм реально вязать спицами 4-5. Сейчас я это все пойду стирать, ну и посмотрите, что. В мотке нить приятная, без каких-либо посторонних запахов, тактильная, не мягкая, но и не грубая. В общем, нитка как нитка, так не понять, что это за ягд такой в мотке, и что она себя представляет. Поэтому тут стирка решает. Ночь полночь, но я только уже под закат дня закончила свои эксперименты с образцами, и показываю уже при не совсем хорошем, освещение, но уж как есть. Вышла тут прямо на улицу, где солнце еще не совсем скрылось, а то в доме уже вообще темно. И вот он яг. Очень надеюсь, что вам видно хорошо. А если плохо, то я продублирую, наверное, в инстаграм, в лучшем качестве. Ссылку оставлю в описании. Если хотите прям посмотреть, то зайдите в мой инстаграм и сделайте это. И что я вам скажу? Даже спицами 4,5 получается классная, недыроватая. Что хочешь? Иди гуляй. И даже спицами 4,5... Иди вон! Якой захотелось. Иди! Ты сама как буйвол! Иди! И даже спицами 4,5 мне полотно понравилось. Я стирала в горячеватой воде, и у меня есть опасения, что я немного его подваляла. Получилось просто бомба! Разбухло больше, чем в два раза. Очень-очень проявился большой пух. Напоминает кашемировый пушок. Если верблюд, это скорее... Если вы знакомы с альпакой, то вам она будет казаться похожа на альпаку, так как альпака это тоже верблюдовая, то як очень напоминает кашемир. Як так же, как кашемир, не совсем хорошо держит резинки. Я буду с этим что-то делать, думать, как решать этот вопрос. Но просто космически приятное тактильное ощущение. Вообще не колючий. Просто вообще не колючий. Можно так же и детям, и взрослым. И вы точно не скажете, что он колется. Он пряжа очень нежная. Я и там, и там провязала узорчики, но мне на яке они не очень понравились, как они смотрятся. Забиваются. Не так четко и понятно, как на верблюде. Поэтому як, наверное, я буду вязать гладью или энтрелаком, что-то такое. Ну, наверное, все-таки гладью, так как я планирую вязать мужу, что-то такое на каждый день, теплое и любимое. Мне было безумно интересно провести этот эксперимент и составить свое мнение. Я надеюсь, что оказалось вам полезно. Покупайте обязательно. Это достойные материалы. И вы не пожалеете, что работали с ними. Они будут служить вам очень долго. Я это проверила на себе. И вот уже не первый раз покупаю себе и близким людям. Как будто котенка гладишь. Маленького. Полотно очень разбухло. Буду вязать его спицами 4 или 4,5. Наверное, все-таки 4,5. Я думаю, что на взрослый свитер уйдет не более 400 грамм моему мужу. Хотя он у меня размера XL. В плечах широкий, высокий. В общем, таков мой обзор сегодняшний. Я обязательно сделаю второе видео и покажу вам, что у меня получилось из всей этой пряжи. Я такой человек, что я очень люблю проводить эксперименты. Часто покупаю новую пряжу. Составляю свое мнение. Мне это очень нравится. Спасибо за просмотр. Вяжите с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...